В Аграрном университете Северного Заураля прошел день открытых дверей. Это возможность для школьников определиться сейчас, готовы ли они связать свое будущее с сельским хозяйством. В УЗЕ есть возможность получить профессию по 54 направлениям. Инна Михайловская продолжит. Сойе седьмого корпуса как никогда многолюдно. Аграрный университет Северного Заураля сегодня это более 4 тысяч студентов. В институтах ВУЗа они получают профессии по 54 направлениям. По последним данным 85% выпускников трудоустраиваются по специальности. ВУЗ дружит с сельхозпредприятиями региона, где ребята проходят практику. Подписанные соглашения с базовыми предприятиями, высокотехнологичными предприятиями, на которых наши ребята проходят практику, на которых проходят стажировку наши преподаватели. У нас более 100 партнеров, бизнес-партнеров, с которыми мы сотрудничаем в области подготовки кадров. День открытых дверей – время, когда школьники делают для себя немало открытий. Оказывается, вот такая улитка у нас – безобидный домашний питомец, а в Америке – злейший враг сельского хозяйства. Преподаватели отмечают, что школьники зачастую вообще ничего не знают о сельском хозяйстве. Впервые видят рис не как крупу, а как растение. Они не знают, что конечный продукт, который они видят на столе, его нужно переработать. То есть, получить – это одно, а переработать – это как раз профессия та, которая у нас. Значит, это технолог-переработчик. Здесь не только рассказывают, но и показывают наглядно. Мы смотрели под микроскопом размножение инфузори туфелек и определяли возраст люб по чешуе. Это оказалось для меня новым открытием. Я никогда не знала, что такое можно. Я уже выбрала, куда хочу поступать, но мне очень интересно, какие еще есть направления. Я могу передумать, может быть, что-то буду сдавать другое. Мне очень нравится биология, тут много биологии. Физику я не сдаю. У школьников еще есть время, чтобы поразмышлять, посоветоваться с родителями и понять, кем они хотят стать. В аграрном университете надеются, что ребята выберут профессии, связанные с сельским хозяйством. Инна Михайловская, Павел Михайловский. Тюменское время.